Всем привет! В общем, сегодня я опять приехал на речку порыбачить. Ехал вообще не сюда я сегодня. Приготовил другие снасти совсем для другой рыбалки. Но там не получилось остаться. Сейчас покажу всё, почему, что, как. Расскажу. О, сазанчик плесканулся. Потом поехал ещё в одно место, там тоже не остался. И по итогу приехал сюда. Снастей у меня не особо много. Всего две закидушки. И то я их взял на всякий случай. Вообще собирался ловить на удочку, на поплывочку. Ну, спиннинги всё со мной. Хорошо, хоть чемодан тоже взял. Кукуруза наварена. Ну, в общем, сейчас буду собирать снасти. Будем здесь рыбачить, закормлю нормально. Ну и по ходу дела расскажу, где бывал я, на каких ещё рыбалках. Потому что на канале вы не всё видите, где я рыбачу и как. Просто некоторые рыбалки даже недостойны. Того, чтобы их показывать, не смогу я такую рыбалку показать, где там плавал, допустим. Две рыбки поймал за весь день. Ну, такой контент у меня вы точно не увидите на канале. В общем, давайте всё постепенно. Сейчас буду расставляться, закармливать поплавочка. Две закидушки всего. Спиннинг не знаю, посмотрю, если жерех будет здесь играть. То спиннинг подключу. А так всё, поехали. Порыбачим. В общем, несколько человек в комментариях мне писали. Дима, поедь полови змееголова. Попробуй. Потаскай. Посмотреть, что да как. Кстати, смотрите, какой здесь берег засранный. Ну, это такое популярное место. Не сильно далеко от города. Поэтому здесь вот так вот всё происходит. Но мне уже дальше куда-то ехать сегодня смысла не было. Уже время, сколько, наверное, час дня. Уже пекло самое. В общем, приехал я в самое такое время. То, что всё утро катался в поиске, где порыбачить. Так вот, в общем, давайте начнём изначально. Несколько человек мне написали, чтобы я поехал половить змееголова. Ну, я как-то раз собрался. Поехал, думаю, выделю день один для ловли змееголова. Приехал в первое место. Ну, я лодку всё с собой взял. Но посмотрел, что там смысла нет даже и лодку надувать. Воды нет в водохранилище. Там, как бы, практически все пересохшие места, где змееголов водится. Ну, и решил так походить немного по берегу. Попробовать половить. И всё-таки одного поймал. Есть. Ух ты, тяжёлый чё-то какой-то попался. Ещё через траву надо протащить. О, приличный змей. Довольно приличный. Хороший такой экземплярчик. Надо его на сушу вытащить, а то так неудобно будет. Ну, вот. Первый есть. Такой классный. Конечно, не пятёра. Но всё равно хороший экземплярчик. Увы-вы. Так. Хе. Сто лет не ловил змееголова. Уже забыл, как с ними обращаться. На-на-на. Блин. Пополз змей. Да подожди ты, блин. Ну, ползать он умеет однозначно. Ах ты, блин. Мощный парень. А где лягушка? А, всё, выплюну. Вот. Такой вот, смотрите. Смотрите, как ползает. Реально змей. Вот он пополз в воду. Ну, не зря его змеем называют. Ну, и похож он, конечно, тоже реально на змея. Мощная рыба. Вон какой. Настоящий зверь. И причём они вот сейчас стоят. Я уже парочку видел. Именно вот так вот. На вот таком мельке. Завис. Прикольная рыба. Конечно, ловить его одно удовольствие. Очень увлекательно. Поклёвки змей-головок, конечно. Это зрелище то, что надо. Ну, чё? Всё, не боишься? Или устал просто? Классная рыбёха. Многие спрашивали в комментариях, как он на вкус. Ну, довольно жирная рыба. На вкус. Ну, если честно, так себе. Один раз я пожарил свежего змей-голова. И вот только горячий он, когда был свежий, он мне показался вкусом прям вот как судак. Реально мясо. Такое же белое всё. Но вот когда он остыл, то я его уже есть не смог. Жареного. Просто нереально стало. Не знаю. Какое-то жирное, такое клёклое. Но вот его на котлеты. Вот нормально получается. Я делал котлеты. Хорошие получаются. Потом говорят, хе с него неплохое. Но я ни разу не пробовал. Не знаю. Может, как-нибудь попробую. Пока не доводилось. Надо будет попробовать сделать. Что там за хе с него такое? Наверное, хе с любого хищника. Хорошо получается. Всё. После этого как бы больше поклёвок не случалось. Поэтому я собрался, поехал в другое совсем место. Там очень было много народу. Ну, я, в принципе, на лодке. Туда-сюда плавал. Тоже пробовал. Были пару поклёвок. Подсекал даже. Засекал, но срывался змей. Потому что он не знал. Был. Аккуратно. Если хотите, как бы не дошли. Аккуратно. Сейчас еще раз его попробуем выманить О, пошел, пошел, взял Есть Блин, сошел С третьего раза С третьей попытки я его уговорил Взял змей Есть Блин, да что такое Еще один сошел Вот так, в общем Я там порыбачил Тоже бросал-бросал Пока реально не надоело Вот это бесклевие То, что там этого змееголова И так практически нет Плюс еще народу тьма И, в общем, я оттуда тоже уехал И после этого я решил поехать на озеро Попробовать там посмотреть, какая рыба сейчас есть Кто там плавает, не плавает Нарвался, в общем, я на кучу амура опять Но не кучу, их немного было В заводь заходили Вот, посмотрите, я их даже поснимал Вот так вот Вот так вот Продолжение следует... 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 Думаю, ну ладно, клещи здесь должны быть, как бы там и животные ходят, и все такое. Ладно, фиг с ним. Потом еще один клещ, еще один клещ. Потом уже, когда стоял на берегу, стою, бросаю. В общем, уже стараюсь никаких кустов вообще не касаться, никак. Там, знаете, заброс делаешь, весь осматриваешься, заброс делаешь, весь осматриваешься. И потом, самое пекло, как раз, когда вот такая же самая жара началась, я давай там рыбачить, заброс, глаза опускаю, клещ поднимается по ноге. Заброс, глаза поднимаю, клещ поднимается. Ё-моё, в общем, это просто не рыбалка была, а какое-то издевательство. Помучился, помучился, я, в общем, себя этих клещей снимал, снимал. Думаю, не, все, с меня хватит. Это хорошо, я их всех видел. Стараюсь вообще кусты не задевать. Вот он, блин, ползет. О, я офигею, откуда они берутся? Вроде бы пекло такое. Вообще стараюсь нигде ничего не трогать. Нет, все равно клещ. Вот, блин. Короче, все, я отсюда сваливаю. Клещей просто немерено. Фу, блин. Эх, задолбался с себя снимать уже. Блин. Все, эта рыбалка тоже окончена. А сегодня у меня день рождения. Я не смог усидеть дома. Знаете, даже не собирался там что-то бухать, отмечать. Я обычно свой день рождения. Последнее время встречаю именно на рыбалке. Мне так больше нравится. Ну и вот, поехал, в общем. Сегодня тоже хотел на одну интересную рыбалочку съездить. Приготовил, в общем, все, что мне надо. Кукурузы наварил. Все, говорю, вот эти вот закидушки вообще там не должны были участвовать даже. Я их и брать не собирался. Но так получилось, что там все занято было. Места вообще практически ноль. Просто ноль. Но одно местечко было, в принципе, свободно. В общем, первым делом, как туда пошел, на ближайшие кусты глянул. Все, на каждой веточке сидит клещ, уже растопырил свои лапки. Готовый, в общем. Есть меня. И я подумал, нафиг не буду там я оставаться. Но его. И поехал. Еще в одно место заехал. Посмотрел там народу тьма. Сегодня пятница. И развернулся. Думаю, нет, все-таки поеду на речку. Была, не была. Если честно, думал, что и здесь толпень будет не протолкнуться. Но сами видите. Вот по этому всему, что здесь народ бывает. И очень много народа. Но... Никого. На том берегу есть, конечно, люди. На этом вообще никого. Замечательно. Вот здесь и порыбачим сегодня. Конечно, планы были грандиозные. Собирался я подводную камеру установить там. Знаете, поклевки поснимать прям на камеру. Но, видимо, не судьба. Сегодня здесь будем. Ну, я, в принципе, установлю сейчас камеры здесь. А так, если что, то я поймал пару клещей. Там в баночку делать нечего уже, думаю. Ладно, раз вас здесь так много, поймал пару клещиков. Они здесь у меня в баночке вот здесь сидят. Вот. Я их хочу привезти домой. И устроить небольшой эксперимент. А именно, хочу посмотреть, какое средство на них реально действует. И действуют ли вообще на них какие-то средства эти. Спреи и так далее. Которыми вот пользуюсь средствами обычно. Хочу попробовать именно провести такой эксперимент. Поэтому, думаю, в конце этого видео я вам покажу этот эксперимент. Что у меня получилось. А пока порыбачим. Сазаны здесь плещутся. Только так, думаю, рыбы здесь полно. Сейчас будем пробовать. В общем, сейчас вот это вот уберу, чтобы глаза не мозолило. Потому что это реально будет неприятно наблюдать, когда я здесь хожу, рыбачу. И у вас на экранах вот это вот все будет. Так тоже не пойдет. Рыба прямо вот здесь. Я не знаю, это или сазанчики, или амурчики. Они вот прямо на поверхности. Я их вижу. Вон они, видите? Вон, это амуры, по-моему. Целая стая амуров. Прямо рядом. Сейчас я туда подводную камеру как можно глубже попробую. Затащу, поставлю. Ну, надеюсь, я их не расшугаю. Сперва, наверное, все-таки закидушки закину. Потом уже камеру поставлю. Ну, вот здесь. Вон они, амуры. Видите? Ой, е-мое. Красота. Вон они. Плещут ко мне на день рождения. Пришли поздравить меня. Сегодня, так как у меня день рождения, ну, в принципе, как и всегда, ни одна рыба не пострадает. Постараюсь всех отпускать сегодня, кого поймаю. Надеюсь, эти амуры, которые вон там плещутся, будут сегодня ловиться на закидушку. Ну, а если на поплавок клюнет, так вообще ништяк. Сейчас поменяю на удочке. Крючок побольше поставлю. И также на кукурузу буду пробовать ловить. А пока забросим закидушки. Посмотрим. Единственное, сейчас я сделаю поводки, парочку, с крупными крючками. Потому что крючки, ну, маловатые для амура, если честно. А, кстати, можете спросить в комментариях, почему у меня повязка на шее. Сегодня ночью спал. Очень сильно застудил шею. Болит вообще нереально просто. Поэтому так пришлось. А здесь ветер приличный. Не хочу, чтобы еще дальше надуло. И еще больше. И еще больше. Боюсь расшугать рыбу. Блин, забросами. Не знаю, даже стоит сразу сейчас прикармливать или нет. Или чуть-чуть подождать. Нет, в принципе, времени уже нет, чтобы так прям ждать чего-то. Надо кормить рыбу. Кушайте, амуры, кушайте. Все, в общем. А сам сейчас переделаю удочку. Тоже побольше крючок поставлю. И там буду сидеть на поплавок ловить. Блин, кто-то мелкий подсел. Пока здесь пытаюсь камеру установить. Подводную. А, в принципе, пусть, ладно. Дергает. Пока все-таки поставлю. Все равно это вобла, видимо, не крупная. Так, ну что, посмотрим, кто здесь гремит. Тот тоже сразу же клевал, в принципе. Кто-то дергается. Ну, вобла опять. Это же крупная вобла. Никуда она не делась. Все еще здесь. О, да. Гигантская. Ничего себе. Целый жерех. Вот это рыбина. Садок я сегодня специально оставил дома. Потому что знал, что рыбу забирать не буду. Так, что здесь тоже, наверное, сразу же можно смотреть. Либо кукурузы нет. Либо кто-то подсел уже. Нет, даже кукуруза на месте. Ничего себе. Вот забросами я, конечно, Амура спугнул. Возможно, мне надо было даже его пробовать сперва на поплавочку ловить. без закидушек. И тихо посидеть не получится. Закидушки клюют постоянно. Просто без остановки. Не знаю, как быть. Поменял я, в общем, крючки на вот такие огромные. Ставлю две кукурузины. Только такие выбираю, самые крупные. Все, будем охотиться только на крупняк. Вобла нам уже неинтересно. Она сейчас и на поплавок будет ловиться одна за одной. В общем, поставил побольше крючок на поплавочку. Сейчас и кукурузу большую буду ставить. Попробуем здесь. В общем, наверное, даже и крючок буду на дно ложить. Посмотрю. Посмотрю, какая здесь глубина. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Но в область стоит, никуда не делась. Амуры сейчас отошли подальше немного от берега. То они здесь вот прям стояли на струе. Сейчас вот там чуть дальше плещутся. Я постараюсь как можно тише сидеть здесь. Может быть, сейчас подойдут опять поближе к берегу. Ну, это вот всё то, что я закидушки закидывал. Грузилом. Бах-бах-бах-бах-бах. Из-за этого они расшугались здесь, конечно. Блин, что-то маленькую поставил. Ну ладно. Вот на такую маленькую, думаю, сейчас сразу поймаю. Ну да, ох ты, не поймал. Ну, что значит размер кукурузы на крючке. Ну-ка ещё разок. Ничего себе. Ну ничего, ничего, сейчас вобла-вобла. А там может и сазанчик возьмёт. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ага. Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Сейчас попробуем. Правда ветер будет очень сильно мешать, потому что снасть очень лёгкая. Там, не знаю, есть грамм, нет в ней вообще. Малькие ноги начинают съедать меня, напали толпой, объедают. Мелочь, он гонится, чуть не поймал даже одного. Так, мне это не надо, мне нужно, чтобы крупная в облако плюнула. Там жерех на камне постоянно бьет. Ну давай, блин, может быть столько в облы. Мелочь догоняет, прям толпой догоняют. Вот, вон они, хватают. Так, что там, поклевка. Либо надо полегче сделать снасть. Еще. Не знаю. Опа, блин, вот здесь уже схватило и свалилось. прямо возле берега. Музила. Так. 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 Либо вот из-за этой мелочи в обла не подходит, не знаю. там прям стая мелочи клюет, догоняют. Либо утяжелиться наоборот надо. Пока не понял, короче. Опа. Кто там? Ооо. Хе-хе-хе. Вот это кайф. Ну такую удочку. Но это пока еще мелкая. Если покрупнее клюнет, то это будет весело. Вон, смотрите, сколько малька. Целая куча. И вот они меня ноги грызут здесь. Да, рыбы полно. Сейчас пока жара, лето. В этих местах прям дофига рыбы. Но осенью, когда начинает холодать, ну допустим вот в позапрошлом году здесь и осенью тоже было рыбы много. В этих местах. А в прошлом году вообще нифига. Я приехал сюда, думал порыбачить осенью. Вообще здесь рыбы ноль. Вода прозрачная, прозрачная здесь становится осенью. Когда вот этот весь фитопланктон погибает. Просто все дно видно здесь. А то есть. Ух ты, это уже жерех был, не крупный. Блин, мелочь обдирает опарыша. Оп, есть. О, подлещик взял. Ох ты, и за ним кто-то плыл в жерех, что ли, крупный выход. Вот он, и лещок. Блин, плетенка тонкая-тонкая. Поэтому даже такой может ее порвать, в принципе. Надо уже идти купаться. Пекло такое просто нереальное. Блин, этот жерех мне покоит, уже не дает там плещется. Малька гоняет. О, есть. О, как тянет хорошо. Но это мелочь тоже. В общем, вы поняли, да? В область здесь сегодня можно ловить как угодно, на что угодно. Она на все ловится, на все клюет. И довольно крупная. По крайней мере, на кукурузу точно берет. Прям крупняк. Опа, есть. Да. Это, конечно, блин, клев, я понимаю. В общем, сейчас отдохну чуть-чуть, пока пекло покупаюсь. Подумаю, как быть дальше. Не знаю. Может быть, спиннинг действительно собрать. Попробовать еще жереха половить. А вечером прикормлю опять нормально. Еще кукуруза есть. И половим. Посмотрим. Амур, сазан. Может, кто-нибудь из них возьмет здесь все-таки. Смотрите, погода какая надвигается. Вроде бы, по прогнозам, вообще, солнце там целую неделю, жара, не единой тучки. А вот это тогда откуда? Там реально дождь идет сюда. Не знаю. Сейчас посмотрю, как быть. Наверное, сейчас я вот закидушки вытащил, перезакину. Наверное, закармливать уже буду. Потому что, если сейчас дождь пойдет, все, капец. Прошла моторка. И сразу поклевка. Мощная. Не знаю я, как я таким подсаком буду, конечно, сейчас кого-то доставать там. Но там, наверное, не крупный все-таки сазанчик. Я так понял. Ну да, такой же, небольшой. О, и здесь сразу же. О, а вот это уже поинтереснее. Ничего себе. Моторка сюда сазанов согнал. Ух ты. Ничего себе. А это кто? Ничего себе. И как мне быть. Сейчас еще посмотрим, какой там размерчик. Ну не, они сильно крупнее. Примерно плюс-минус. То же самое. Нифига себе. Вот только прикормил. И моторка прошла еще плюс. Но этот прям рвется жестко. Вот они. Две закидушки. Два сазана. Офигеть, да? Смотрите, а этот хороший экземплярчик. Такой покрупнее. Тише, тише. Дружище. Ух ты. Какой мощный. Во. Ну вот, нежданно, негаданно все-таки. Видите, прикормка играет большую роль. Вот только закормил. И сразу обе закидушки, поклевка. Ну вот этот хороший сазанчик. Сазанчик. Вес не знаю. Не буду даже гадать. Но такой нормальный, короче. Пойдет. О. Так. Все. Плыви, дружище. Спасибо за поклевку. Кто здесь еще у нас? С больших крючков они не сваливаются. Это не как в прошлый раз. С маленьких крючков они слетали. Вот еще вот такой. Поменьше чуть-чуть. Но тоже хороший зверок. О. Прикольный. Так. Тоже сваливает. Опа. Вот это класс. Сразу две поклевки. Моментально. Фух. Ну вот и так бывает. И погода. Слом в принципе какой-то идет непонятный. Прямо сюда надвигается вся эта туча. Может быть сейчас придется сваливать отсюда. Пока не знаю. Посмотрим в общем. Да, ветер конечно разбушевался. Вон какая пыль идет. Все приближается. Даже не хочу никуда прятаться. Офигеть ветер. А. Вон. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Неплохо порыбачил Потом ветер, конечно, вмешался немного Но сейчас еще дует такой приличный довольно И клев прекратился, что касается именно крупника Но тем не менее, если я смотрю, допустим, в подводную камеру То я вижу, как там и сазанчик ходит И другая какая-то крупная рыба Ну, я всего не видел сейчас дома Это все посмотрю Это, разумеется, все видео уже, скорее всего, вставил Вы это все посмотрели Что сказать? Над клещами я буду издеваться, наверное, потом В следующей серии вам покажу Что я с ними делал Как я тестировал эти средства Защиты от клещей разные Ну, а так все В принципе, домой Все Всем спасибо огромное За вашу поддержку За ваши комментарии Постоянных зрителей Особенно благодарю Потому что уже всех по никнеймам знаю Кто смотрит постоянно видео Обязательно комментарии пишет Лайк ставит Вам всем привет огромный Спасибо вам Ну, а это была всего лишь очередная рыбалка Такая однодневная Но, тем не менее Довольно неплохая Порой и за неделю столько рыбы не поймаешь Как я сегодня за один день наловил Ну, давай, блин В общем, было классно И внезапная буря И все, что угодно Ну, вот здесь вот интересно Тоже, наверное, клещей, да, полно Смотрите, коров здесь сколько ходит О, прям Целая куча Наверное, и здесь клещей тоже полно В общем, не знаю Раньше я вообще не замечал клещей Если честно Сколько на рыбалку не ездил И по кустам лазил Где только не бывал Редко-редко Там одного Там увидишь Двоих Максимум за всю рыбалку А здесь вот Последнее время Вот Несколько лет Прям что-то Ну, очень много клещей Вот куда не поедь Порой даже в такое место едешь Где люди говорят Да, откуда там клещи Там их быть не может А их там просто тьма Просто идешь, смотришь Их прям видно Они вот на этих веточках Вот таких вот Как вот здесь вдоль дороги Сидят Растопыренные Целая куча Поэтому не совсем комфортно Такая рыбалка Вот именно Когда вот эти клещи По тебе лезут Ё-моё Блин Ну ладно Ничего не поделаешь Всё Всем спасибо Огромное за внимание Давайте увидимся В следующей серии Придумаю что-нибудь Интересное Кстати Есть небольшой план Как вот этих амуров Да, допустим Которых я сегодня Не смог поймать Которые вот они плавают Я их вижу Ну начинаешь донки закидывать И всё Они сваливают От берега И уже невозможно Их просто половить Есть одна идея Как их можно половить Всё Пишите в комментах Ставьте лайк Кто хочет Это реально посмотреть Чтоб я видел Вашу реакцию Какую-то На мои видео И так далее Ну а я домой В общем Всё Всем пока-пока Не буду больше болтать Поеду домой Субтитры сделал DimaTorzok